Если о проблеме не говорят, это не значит, что ее нет. О коммерческой эксплуатации несовершеннолетних, а в частности о детской проституции, часто умалчивают. Представители Петерской общественной организации решили обсудить эту проблему с обществом на языке искусства. В Иваново они привезли выставку под названием «Молния. Внимание, дети». Сочетать в ней и искусство, и социальную тематику. И, конечно, наверное, в нашем случае социальная тематика является ведущей. Да, у нас представлены фотографии довольно известного приборского фотографа Игоря Лебедева. Да, нам помогал создавать дизайн выставки очень опытный выставочный художник Александр Менус. И концепция выставки действительно, ее вид соответствует ее тематике. Сначала всем посетителям предлагают просмотреть фильм. Там простые люди размышляют о природе проституции, в том числе и детской. Затем можно прослушать шесть откровенных аудиоисторий. Шесть детских судеб и скалеченных насилием. Впечатления неоднозначные. Что-то даже затронуло, наверное. Потому что хотя бы одна из историй – это примерно девушка моего возраста. За прошлый год в Ивановской области зафиксировано 60 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это не всегда коммерческая эксплуатация. Смотря что, понимать под насилием. Недавно был случай в Москве, когда сосед пускал девочку поиграть в компьютерные игры, за которые она расплачивалась тем, чем могла расплатиться. Это тоже коммерческая сексуальная эксплуатация детей. Давайте вспомним, в прошлом году буквально Кенешимским судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух лиц, которые вовлекали девочек в проституцию. Это у нас, в Ивановской области. Возможно, посетив выставку, кто-то решится поговорить со своим ребенком о вещах, ранее в семье не обсуждаемых. А кто-то просто запишет телефон доверия. Елена Белова, Олег Мелюхин, РТВ Иванова.